Рак Маклонд Актеризует выступление А сейчас, кстати, проводить шведы вдвоем Пошли за ворота Число, ну повезло от защищающего Попалщику Защитнику Валдейк Симона Мозера Не очень далеко Присекли его и опять пауза Что пробрасываются швейцарцы Йоу-йоу-йоу Всем привет Да, нормально все, йоу, как сам Йоу, препод здесь, йоу Слушай, Владик Вообще, я сижу, кайфую, пивко пью Хоккей смотрю Блять, как ты это понял? Чё, так слышно, что ли? Ну, блин, ничего не идет по матчу А другие каналы вообще какую-то помойку показывают О, Санечек Чё, Санечек, свел уже трек? Йоу, всем привет А, в смысле, я чё Не, пишет прямой эфир По идее Как раз шведы играют 2-2 пока что Только Что матч показывает Я Уж тут не властен Йоу, шум, респект Вот такой вот респект, как говорится Не доделали? Блять А завтра? Завтра я уже смогу чекнуть? Чё вы там делаете? Смотрите, давай-ка я это Подрублю тебя, что ли? Расскажешь, так намного удобнее будет Чуваку? Какому чуваку? Чтобы тебя что-то там сделали? Какому чуваку-то я не понял? Да, да Я в Выборге Йоу Я уехал уже Серьезно? Ну да, я чё-то уже заебался за сегодня Я... Я хочу спать Ага, ясно И чё, на, ну, короче, поэтому вы ничего не сделали, да? Ну, типа Ваня уехал Я, как понял, там, типа, надолго И... Ага Я скинул просто чуваку, с которым мы снимали другое видео, типа, предыдущее Ага, ясно Ну, я, может, сяду сейчас за комп, может, сам сделаю, но у меня чисто, я реально... Да там, господи, надо... Заявка сейчас... Я не знаю, будет, будет Я уже даже скрывать не буду, скину её Может, сегодня, может, завтра Да кидай завтра нахуй сегодня Сегодня у тебя осталось-то, блядь Сорок минут на сегодня А какая мне разница, когда есть? Нахер она нужна ночью кому? Скинь завтра днём Я хоть на рабочую... Мне? Я буду её смотреть и пересматривать на повторе Ну, слушай, чувак Успехов Спасибо Чё, ты уже на районе, что ли, топаешь? Да, я уже вон... А, у этого, всё, я понял Узнал местечко Ну, норм, чё, норм А я тут, видишь, сижу, блин, чилю Как могу, блин Выборги, знаешь, чё заебись? Везде можно пиво взять после десяти Вообще везде Я чё-то хотел тебя спросить А, там тебя спросили, типа, ты видел клип шума, сто процентов Да, да, заебись, мне понравился Мне понравилось, что они ещё такие, типа, сидят, типа, смотрят Ну, это же отсылка, типа, была Да, да, не, охуенно, охуенно сделали Вообще в тему Заебись Мне понравилось Годно, годно Кто? Элина, вон, пришла Элина? Какая Элина? Москвичка? Элина, да, это, это, Аратловская Ага, понятно Из Чертанова Опа, опа, выход Бля, шведы не забили никто А какой счёт, кстати? 2-2 Третья, это, четверть Четверть Третий период Ну, в виде период Там ты четверть А чё, подожди, у них Четверть в баскетболе, лох Ааа Та еблять, ты чё, я только футбол-то знаю Я только, я только рэпую Я только, я по рэпу Я парень по рэпу Артура не видел, кстати? Видел Я ему сказал, что он пидор Пидор, он пидор Реально пидор, блин, не позвал Нормально Он пришёл Он пришёл, короче, со сломанной Со сломанной ногой Ну, типа он Он сказал, мы закончили играть в футбол Пошёл Ну, типа, домой собрались Он говорит, заступил на камень Ногу подвернул, у него Нога опущая Это, знаешь Это всё карма Карма, между прочим Да Нехуй, нехуй Нормальных пацанов На футбол прокидывать Смотрел реалити Кстати, ты смотрел ФБ? Я вот Специально досмотрел Вот только что А это, типа, Смоки Мо где? Да, да, это знаешь Не, я только в Инсте отрывок увидел Где они, типа, на стоп-боксе Чувак, вот Вот я не знаю Вот хейтили, короче Типа, что гнойный там В шоу успех был Но, блять, это, знаешь Вот тупо тот же самый формат Вот этот Я не удивлюсь Если, короче, знаешь Там, типа, потом будет такой момент Они все живут в одной квартире И, типа, там Какой-нибудь конверт подбрасывает Там команда Фаберлик, блять Там, поздравляет вас, нахуй С четвертьфиналом каким-нибудь Вот вам концерты на Фараона Знаешь, реально, блять Такая дичь Пиздец Они такие, типа, сидят Не, прикольно, что они все собираются Это круто Но из этого выносить вот такие Какие-то видосы Это, блять Это реалити-шок Это реально залупа Короче, это я понял Они будут видосами, друг на друга выёбываться Вот такими И потом на баттлах, короче, типа Устраивать дичу Куя, ты модный, блять Я тоже модный Резко Е-е, бой Е-е А у тебя есть такое? Кипарик Е-е-е Пиздец. Хорошо, чтобы понятно. Перефек, когда новый трек? Когда новый трек? Ну, блядь, не знаю. Мы сегодня записали, но не особо что-то... 2-2. 2-2 играют. Что в А2 играет? Да не в А2 играет, а в А2 играет. Там спрашивают. Я подумал уже А2, понимаешь? А2 играет. Да. О! Тебя тут, видишь? Да я видел, видел, что я куряга. Понятно. Мешочек. Вокруг костра на лобном месте. Ну, блядь, ну реально что-то, знаешь... Не, ну это, в принципе, заебись. Они сейчас такие рекламные, какие-то точки свои. Типа, вот мы тут сидим, блядь, такие пиздаты. Короче, ну, блядь, это так тупо. А где они? Че они рекламируют-то? Я только понял про Собокс, судя по истории Собокс. Собокс заебись, Собокс я и сам порекламирую. Так а нахер они рекламируют? Там этот Серега говорил, что, типа, у нас пиздец там вообще не протолкнуться, не продвинуться. Ааа. Короче, пиздец теперь, да? Пойти невозможно туда на запись. Ну, он говорил, что у них, типа, всегда очень плотно. Ну, типа, вообще плотно стало. По поводу 100%, 100% заебись, мне очень понравился. И сам клип, и тракачок такой. И вот это грустное лицо, блядь, этого сектора, блядь, охуенно, реально, такой, сука, берем его 100%, 100%, бля, охуенно, блядь. Мне, чувак, упоминали, какие бьют детей, ты первый ебой. Не, ну, там за это дают грамоту. Да, да, эту веб-грамоту, короче, за которую алфавит батлил. Он тогда в раунде упоминал ее. Собрали очень беспонтовые команды, делают вид, что кто-то из них сильнее, на самом деле надо думать, кто слабее. Ну, блин, не знаю. Я не понимаю, о чем речь идет вообще. Ну, это про вот этот видос, что типа про художку. Ну, я суть не понял, я говорю. Йо-йо, всем привет. Голуби в клипе вообще топ, вообще топ. Короче, мне лень держать телефон. А что, если ты завалишься, короче, у тебя отрубят все, да? Ну, я смогу подсоединить заново. Не, я к тому, что ты просто давай топай домой, если что, подсоединяйся, чутка позже ты хоть поднимись к улице, на улице состоять. Крепей гол батл с Маусом или Крепей? Гол батл с Маусом. А смысл нам батлиться там, блин? Поэтому нет смысла. А результаты бэксу бит уже официальные есть? Ну, блин, я знаю, конечно, результаты, но, блин, ничего не знаю, если что. Мой отстал, короче, засосался с этой тёлкой, и всё. Батл закончился. Он сделал предложение как Prime, короче, ребят. Блин, прикинь, реально. Под бит такой, йоу, ты выйдешь за меня, йоу-йоу, там всякую хуйню, короче. А бэк ту бит не знаю, слушайте, ну батлы я сами не видел, посмотрю, и что-то будет какая-то информация по этому поводу. Так-то не знаю. Смоки взял корифея под своё крыло, всё правильно, а если бы ещё и Челодраса взял, вам, блять, вам, в смысле, блять, всем была пизда, это всё понятно. Что значит случайно слил? Выложат батл Букера и Эрнеста. Чего? Это какой батл? У Букера был батл с Эрнеста? Ну, во-первых, выложат, но это норм. А, ну, ну, не знаю. Слил аудиодорожки. Да-да-да, заявку записал, но не знаю, не такое. Хуй я себе. Как можно слить случайно дорожки в финал? Может какой-то, ну, типа, левый слив? 19 мая батл Букера и Эрнеста. Бля, хуй знает, я не слышал ничего по поводу Букера. В Подмосковье. А, вчера батлел, видишь? Вчера. Блин, вообще хз. Подожди, а когда было Back to Beat? Back to Beat? По-моему, тоже вчера, 19-го. Меня звали тогда на 19-е, значит, да. Так, в ВКонтакте уже были какие-то видеобаттлы. Ну, нихуя, понятно. Ну, чё, забавно, видишь? Пацаны все батлятся вокруг Хоуми, а ты до сих пор не сделал заявку, прикинь? Вообще пиздец. Ты точный. Залил. Походу, ВК аудио. Блин, ну это тогда очень... О, Саша, здорово. Такой, конечно, лошочек просто оказался. Почему Квида? Я не взял. В смысле не взял? Так не, он предложил, просто, видать, он подумал, что я, типа, слился, короче. Вот. А я, наоборот, типа, что, ну, думал, раз он нихуя не пишет, как до этого, то, значит, он уже отыскал другого. Так он и нашел. В общем, тупо отмазался. Чё он там отмазался? Йоу-йоу, всем привет. Он же нашел тебя вместо тебя, он посчитал, что... Царь-бой. Царь-бог. Да, царь-бог. Йоу, ребята, рассказывайте, чем кто занимается, как у вас дела вообще, в принципе? Мы не пошли нарвать на битах, потому что Дима в Выборге, а я в Питере, и нам чисто неудобно. Плюс по работе неудобно выбираться. Сейчас я прилип здесь, поэтому делал такое. Поэтому Нигарекс идет на 140 BPM кап. Поэтому Нигарекс идет на 140 BPM, поэтому все, блин. Я уверен, на 140 еще сдадут заявки опасные типы, и всем будет просто пиздейшн. Нужнее был гонорар за батл. Нужнее был гонорар за батл. Ань. Гонорар. Подожди, а Пай не из Питера, да, ведь? Да. Да. В Барсу? А как, кстати, да, да, они играют же сегодня с Реал Суси Даду. У меня нихера тут не показывают, у меня, блядь, только ебаные хоккей. А че какой человек, кстати? Да до сих пор, а, там это, перерыв, тайм, блядь, четверть, хуй знает, че у них, короче, закончилось только. Не-не-не, я, я, Влада, по честному спрашиваю, да. Соси, вот, да, забавно. Да там, типа, Месси не играет и первый тайм ноль-ноль я видел. Ну, типа, такое давно. Как говорил мой хороший знакомый, братаня, что, когда Месси нет на поле, это просто люди, блядь, в спортивных костюмах, реально пиздец. Ну, нет, так не обижай людей, которые зарабатывают 500 раз больше, чем ты. Не, ну это, конечно, да, блядь, они красавчики, тут не спорю. У нас-то не получается выбраться просто пойти и, блин, погонять нормально. В дворе даже хотя бы, блядь. Овертайм. Так, йоу, здорово, здорово тебе, тоже здорово. Псай Суланы Дэ, у него сложная финансовая ситуация, поэтому ему нужен был этот батл-гонорар. Откуда такая информация? Просто по угару чувак пошел, забатлил, и все. Представляешь, он звонит Криду, такой говорит, братан, я готов тебе предложить намного лучше батл-гонорарефея. Поэтому Криду не посыпет, а нихуя себе. Заплати мне. Прикинь, вот это фейл. Я отберу у тебя все золото. Блядь, понятно, меня, короче, слили чисто коррупционеры. Я все понял. Влад, все, блядь, пиздец, нах. Врывайся на 140, просто, блядь, забрать свое, нах. Короче, если ты не Сулану Дэ и у тебя нет финансовых проблем, то ты никогда не будешь баттлиться на Back to Bit. Запомни. Да не, на самом-то деле с Ислой баттлятся только те, у кого есть финансовые проблемы, кроме Эдика. Запада, это просто у Ислы были финансовые проблемы. Да, да, да. Ему нужна была колонка, ему же колонку тоже подогнали. А, да, колонка-то у тебя осталась, да. Он же снимал, типа, историй, типа, гробик для Эдика. Так что, да. На 140 с Маусом. Да, блин, ну смысл какой с Микки Маусом баттлить-то, блин? В смысле смысл какой? Большой. Жирный смысл. Тем более, так, так у Ислы. Тоже финансовый. Должен деньги за Б. Финансовый проблемой должен. Блядь. Ну что, шум тоже должен был деньги за Б. Да. Хуй ты так мало косаря дал? Вообще фейл. Что, ты домой-то не пойдешь, Мешочек? Нет, мне хорошо на улицу. Не, ну на улице заебись, я согласен. Позвал на РБЛ, купил ему билет до Питера. О-о-о, это серьезные финансовые отношения. Дальше. Исла не приехала за БТМ и деньги за билет. Расторазвод. Как развести? Успешные организаторы. Нихуя себе тут такие какие-то сливы вообще просто летят. Ребята, блин, вы лучшие. Такие рофлы подгоняйте. Я, короче, сегодня ехал. Куда я ехал? А я к Орлову когда ехал на запись. Короче, я проезжаю мимо Газели, у которой, знаешь, ну такая большая Газель, у нее сзади дверь открыта. Ага. И, знаешь, первая мысль, которая возникает у игроков в Fortnite, да, что типа, бля, а что там есть сундук? Там залутаться можно. Оля, все, надо прекращать играть вообще в это. Ну да. Короче, я гоу хом, я подсоединюсь еще. Сейчас я домой приду. Ну давай, да, давай, давай, подскакивай. Давай. Кидай, по-богу. Кидай, по-богу. Йоу-йоу-йоу. Пока мы ждем этого бандита. Рассказывать еще что-нибудь интересное. Блин, нифига себе, такие инсайды. Вообще лютые. Блин, то, что бэк ту бит, конечно, слили, это какой-то булщит. Не знаю, может быть, он какие-то, блин, липовые результаты дал. Ну, не знаю. Чё-то это как-то тупо. Звучит вообще максимально тупо. Йоу-йоу-йоу. Привет, привет. Так, блядь. Ебанем-ка мы очечки. Какие-нибудь пиздаты. И... Чё вообще как-то вечер-то проводят? Квит загрузил свои аудиодорожки с финала минут на десять. Может, для кого-то её увидели и скачали. Блин, вот это фейл. А чё, у неё не скрытое аудио, что ли? Это же пиздец. Блин, жестко. Да я тут не то, что, ну типа, блин, поселился, я просто работаю тут. Вот. Поэтому... Поэтому я здесь. Ну, у меня хату снимает, короче, контора. И я тут хуйней маю всякой. Чтоб не ездить каждый раз в другой город. Так. Какова вероятность баттла Гнойны Соболев? Блин, не знаю. Это надо у них, наверное, спросить. Ну, мне кажется... Мне кажется, что... Это не тот баттл, которого стоит ждать, потому что тут всё очевидно. Однокалиточно. Не очень будет интересно наблюдать за конкретно Николаем. Бектубит снимали Сайфер вчера с Гнойнами. Ну, с Гнойнами это я понял сразу. Интересно, он зачитал очередной текст Бабана или что-то своё, старое, классическое. Посмотрим. В любом случае, забавно, что они тоже... Ну, Сайферы мутят. Вот. Но самое, что интересно, что заебись, что как-то 140 это сразу продвинули, а остальные уже как-то, блядь, все Сайферы мутят. И там, где Исла вот эта вот... Как у неё площадка-то это называется? Где он там судит, блядь? Вот. Типа тоже там какие-то мутили Сайферы. А потом все же этой толпой пошли нарвать на битакси заявки, сдавать. Я, блядь, так угорал. Там с этой, блядь, лиги. Ну, грубо говоря, все Сайферы попёрлись, короче, туда. Это вообще такой фейл. Хочется быть так. Ноин говорит, что только капелло. Понятно. Слушай, ну я думаю, честно говоря, что, блядь, это обоюдо выгодное мероприятие. Вот. Несмотря на то, что оно не особо интересно людям, которые, ну, что-то в этом понимают. Вот. Поэтому, в любом случае, это говно состоится. Вот. Ну, я не считаю, что это должно восприниматься так, что, типа, блядь, Слава придёт вообще и просто будет разъёбывать там, да. Да, но, блин, это же и легко сделать. Ну, чувак вообще там не алё этот, блин, Николай. Вот он видосы, там какие-то актуалочки снимает, кто-то хуйню, новости какие-то ютубовские. Вроде так же, да? Или пранки до сих пор снимает, я хуй знаю. Вот. Блогеры отдельная тема. В ТВ были видосы, блядь, жёстко, короче. Жёстко слили, в общем, да, финал этого, блядь, бэк-тубита. Ну, раз слили, блин, рассказывайте. Может быть, ваша информация разнится как-то с моей информацией. Я теперь для себя сделал выводы какие-то. Да, батл, блядь, батл говно это будет. Так. Как думаешь, где, на версии или на Слава СПБ? Да, конечно, на версусе, блядь. Николай не пойдёт на меньшее. Ему важны просмотры, блядь. А это только версус. Несмотря на контент, откровенно слабый. Напизделью. Вот это забавно. Не, Фиделио это вообще... Кстати, вот это вот не рофл, что у них будет коллаборация с этими, блядь, с РБЛом. Это, ну, типа, рили так будет или нет? Или это, типа, угар какой-то? Мне просто чуваки говорили, что это реально серьёзко. Я зашёл в группу, короче, Фиделио, увидел, ну, типа, афишу. И думаю, блядь, это, типа, прикол или реально такая тема? Кукиш 5-0 за первое место, Вальчинск 3-0. Ну, то, что Вальчинск, а кто там был-то, блядь, ещё? О, нихуя, у меня очки сменились. И... Кто там был-то? Вальчинский, да, знаю, паренёк с таким прикольным голосом. Насколько я знаю, типа, Кукиш, этот, ЕКБ, который, с Хаслом и этот, какого? Вова Мэтцол уже был в финале. 5-0, блядь, нихуя себе. Не знаю, Мэтцол чё, реально там весь раунд сосался с Хейди, блядь. Как так можно-то, блядь, 5-0-то уже? На битах, тем более, ё-моё. А, это рофл был? Блядь. А я-то реально думал, вот это заруба была бы. Просто такие бойцы охуенные, блядь. Фиделя выставляет своих гладиаторов, РБЛ. Я сегодня посмотрел выпуск, это отдельная тема для разговора. Блядь, там МЦ квашеная капуста мне очень понравилась. Очень мощно подавал вообще просто про капусту из подола платья бабки. Это, блядь, это лучшее, что я слышал за последнее время. Сука, я не осилил дальше, к сожалению. Наверное, он там дальше потом целое кулинарное шоу провёл лучше, чем у Фалина было тогда. Гадюк писал за Б, предлагал сделать кросс. За Б отказался. Ну, блин, за Б работает только с лучшими. Вот, он ждёт кроссовера с Версусом и с бойцами Фрэшблада, которая война стилей. А пока что можно слушать просто трек команды Смо Кимо, который не взял под своё крыло. Временно закрылся. Нихуя себе. Ищут новых спонсоров. Блядь, ну я не знаю. Ой, блядь. Как можно так растранжирить бабки, да? Вот, в принципе, да, вот коммерческий проект, они изначально уже как бы... Ну, покажи мне турнирку, которая изначально тебе платит за всю вот эту вот поеботину, да? И как бы постоянно новая локация, прикольно, но, блин, как же это всё топорно было сделано. А ведь я тоже там, блин, должен был, по идее, хуйней там маяться. Вроде давно батлов не было у них. А, у Фиделио, типа. Это пиздец. Там батлов, в принципе, раз-два и общёлся. Там же, насколько мне известно, люди ещё потом уходили. Там Исла уходил, кто-то ещё. И, типа, новых набрали. Вот. Как раз, кстати, по-моему, там Браги был. Нихуя Браги, типа, на двух этих, типа. Или он пошёл разъебал Фиделио, короче. Его закрыли, нахер, и он пошёл на Версус. В ЕКБ, короче, суровые ребята какие-то, блядь. Если, тем более, Кукиш с Хаслом затащил, типа, чего это, блядь, за монополия Екатеринбурга? Батлы под битаха. Вообще дичь какая-то. На одну встречу уходило 300. Блядь, нихуя себе. Ну, это же бред полный. Это таких денег не стоит. Они бы лучше, знаешь, не на встречу, на вот эти аренды и хуенды делались упора. И вот эти заставки тупорылые, блин. А на качество, блядь, контента хотя бы камеру, звук выводили нормально. Нихуя, блин, такая инфа, блин. Ребята, вообще жёсткие. Да, я должен был батлить, короче, на Фиделио, да. В турнирке. Но, блядь, меня бы жёстко наебали, если бы я пришёл и в итоге мне показали турнирную таблицу, как бы совершенно не ту, про которую мы общались. Подписали контракт. Нет, я не думал пойти. Мне предложили, я говорю, ну, ребят, мне, типа, это сложно. Если вы готовы... Мол, типа, если вы готовы реально под меня нормально так подстраиваться, что, типа, по первому вызову вашему я не поеду там. Они вроде были готовы, но, слава богу, этого не состояло. Блядь, чё за уёбищные очки? Блядь, где красные? О, пиздатые. Так, смотрим, чё там. Браги ещё батл с мамой Стивлера остался на Фиделио. Да и остался, в смысле, неизданным или чё? Блядь, это их ебаной играет постоянно в начале. Хе. Ну, блин. Ну, это ладно, может быть, это прикольно. Хотя я не помню заставку Фиделио, уж, простите. Прям вообще не помню. Помню только Хаслмейна, помню Черного Пантера и всё. Ну, это первые выпуски, это, блядь. Ха, нормально, так подписался, типа там подзаработал. Ну, в принципе, грамотно, грамотно. Парагрин ушёл с РБЛ. Парагрин был на РБЛ. Ну, пиздец. Ну, в принципе, правильно, чё, две турнирки тащить. Да и тем более, нахуя, когда весь упор, как бы, на версу. Вот, блин, естественно, что это для многих, как бы, приоритетная цель. Нафармить там под 500. Что он будет с ней баттлить? Да ну ты чё, брось, значит, уже не будет, если чувак уже явно занят другими вещами. Записывает треки в команде Смоки Мол. Пантера ушла после выпусков. Бля, так обидно. Да мне кажется, её зарофлили. Санёчек, здорова. Как научные работы? Ты мне вот что скажи. Главная научная работа. Как они? Да мне кажется, ей просто писали, типа, в личку всякую дичь. Вот, что типа там, бля, там, Настя Настя, или как там назвали. Бля, почти забили. Ну чё там? Давай, Санёчек, пиши давай про научную работу мне, отчёт. Потихоньку, ты так долго рожал, ответ потихоньку? Ну ты и пидор. Я пью Ху Гарден Хоуми, ты же знаешь. Реклама, реклама. Это как гнойные. Бля, типа, Невская нулевочка, ну чё он там, бля. И чё, Влад, мне тебя подрубать? Или вот, Санёчку подрублю сначала. Это фрешмен. Турнирку глупо платить гонорары, надо было хотя бы победителям, а не всем подряд. Мотивация у них уходила с телефона, читали. Не, ну, блядь, надо было какие-то изначальные у них, если были контракты, ну, посмотреть эти санкции. Вот. Ну, что, типа, блин, какого хера, если ты так говняно выступаешь, типа, на тебе нихуя. Ну, вот, у них был бы тогда стимул нормально готовиться, а если они там уже выходили, читали с телефонов. Я знаю то, что там, типа, дилду, блядь, доставали. Ну, это вообще дичь какая-то, блядь. Это клоунада с ёбаным реквизитом. Я надеюсь, кстати, Синджи батлил, да, на Back to Beat. Я надеюсь, он опять, нахуй, не принёс ёбаный реквизит из жопы, блядь. Это так тупо смотрится вообще, особенно на баттлах под биты, это вообще бред. ВБС делает хорошо из новых ребят. Слушай, я не знаю, я не знаю, потому что я не особо вникал в их раунды и вообще, в принципе, в их какие-то, блядь. Ну, я не знаю, как это назвать, в их скилзы, что ли. Ну, честно, я неадекватно сейчас отвечу. Я знаю, ну, примерно, там, кто из прошёл, кто сдавал там, Парагрин, Браги там. Ну, кого и так знали все. А за новенькими, ну, как бы я что-то посмотрел. Я рад, что не взяли там всяких там элей, блядь. Вот эта вот наигранная детская реакция, типа, это так охуенно, блядь. Слава богу, они почитали комментарии и просто переобулить быстренько, что, типа, нет, это говно, говно, вот. Ну, короче, потому что это полный булщит был. Всякие пунктиры, блин, ну, серьёзно, это, ну, ребята, блин, слово Ростов не может просто так уйти из тебя. PM-исключение, единственное, блядь. А вот это вот, блядь, хуй вагина, вот это вот, блядь, панчлайны эти, блин, пизду. По поводу новых, короче, не знаю. Буду смотреть, по возможности, если что-то выпадет шанс посмотреть, а так сезон ФБ-4 будет судить Хайт. Вот это нормальная тема. Мистер Хайт шарит, он будет опять, блядь, вернёт ключицу и пистолеты в небо. Райт Рауна привязали. Что? В смысле? Бедный Райт Раун на верёвке был ёбаный в рот. На следующий день не на месте. А вот это, на самом деле, не всегда правильно. Можно посмотреть на видео, и кто-то будет выигрышнее смотреться, например, в объективе камеры. Но энергетику, как бы, это то, что, ну, никак невозможно описать даже словами. И когда ты видишь, что один другого разъёбывает, и не важно, что он там читает какую-то, блядь, водичку лютую, да, там, говно, как тебе кажется. Но если чувак от того, что он читает, сыпется люто, и это реально ощущается в зале. Поэтому любой мейн-эвент, как бы, он чем хорош, что ты чувствуешь всю вот эту энергетику напряжения в воздухе. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень тупо. Я бы на их месте судил бы непосредственно там, с возможностью какие-то там баллы, так сказать, добавить или убрать при просмотре таком. Мне кажется, вот это вот было бы объективно и, ну, с обоих сторон глянуть. Поэтому, блин, хер его знает. Так, чё там? На Фиделио. Йо-йо-йо, всем привет, если чё. Как же сектор? Да сектора жалко, но сто процентов он, блин, сделал красиво, с шумом. Не помогло, против кого он батлел. Блядь, на верёвках висели парни. Ну, пиздец, вообще. Налижут после батла. Ну, кстати, да, вот логично, да, типа, можно после батла реально так же подойти и забухать, короче, с Оксимироном и сказать, Бля, братишки, я чё-то хуёво как-то выступил, но это, ты давай мне там накинь пару баллов, блядь, авансом всё верну, короче, панчлайнами про жопу и про члены. И тебе очень понравится, будешь прыгать, блядь, вот так вот. А потом читаю чё-нибудь про мизантропа, поглажу себя и ты скажешь, что я великий Эль. Ну, типа, это реально дерьмо. На VKFest, да боже упаси, вы чё, на VKFest идти, да ну нахер. Я даже не знаю, когда он. Это же, это же, блядь, там, где куча блогеров, правильно? Не, в пизду. Нахуй. Такое количество, блядь, подписчиков на один квадратный сантиметр, блядь, я не выдержу. Райтраунд спускался, блядь, с потолка на верёвке, почему я это не видел, ёбаный в рот. Чё за пиздец в этом Фиделио было? Поставили судьи Тирепса, чтобы он судил баттл лучшего друга ПМа. В смысле, когда, что? Это... А-а-а, это про ФБ. Клёво. Это всё равно, что я буду препода судить. Ща его подрублю, кстати. Чё это он там пропал, блин, там сидит хуйнёй мается какой-то. Почему ты не пошёл на ФБ? Почему я сдавал заявку, блядь, я просто не прошёл. Это не мой уровень. Меня не пустили в команду Смоки, мол, под своё крыло. Хотя я зачитал панчлайны Бога. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Снова красные очки. Так что я просто не достоин был. Как сектор, короче. Ну я не достоин даже больше, чем сектор получается. Потому что я даже на отборы не прошёл, меня сразу слили. К сожалению. Наверное. Так. Е! Видал, как я умею убирать очки? Знаешь, где были эти два пальца? Че ты там все рассказываешь? Да я тут и так с ребятами общаюсь. Своих фрешбладов. Когда он забывал, кто такой Бови. Да это вообще дичь, блядь. А я даже не знаю, кто такой Бови. Да нет, знаю, ладно. Видел я его. Бови? Влад, ты как относишься к Юле Киви? Да Юле Киви нормальная, блин, вообще угарная тёлка. Так, к ней не отношусь. Батлит, блядь. Пиздец всех, нахуй. Ну, последний её батл был не очень, а так... Нормально. Смоки предложил рестору побаттлить. Чей не рестор отказался. Он бы проебал, знаешь почему, Влад? Кто? Ок, ты проебал в чейне? Не, 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 не. Знаешь, почему ресторатор бы проебал в чейне? Потому что я был бы на бэках, а? Think about it, а? Вот такое дерьмо, homie. Знаешь, почему рестор бы выиграл в чейне? Почему? Потому что ты был бы на бэках. Ты был бы на бэках. Чмо, ты продался за хайп. А я сижу, видишь, у меня в очках вообще отражается зелень. Вот так, понял? Зелень. Ой, не топи тебя, Дмитрий. Чё? Я говорю, рестор никогда не заматлит в чейне. Да это понятно, блядь. Рестор-то, к сожалению, не умеет. Это, знаешь, это как типа физрук. Он будет учить прыгать через козла, но на самом деле, блядь, он сам не прыгнет. Не, ну рестор можно просто маленького мальчика, ну, как бы унизить как следует. Блин, тебя очень хуёво слышно, если честно. Лучше бы ты гарнитуру отрубил и врубил это, звук обычный. Так лучше, да. Я говорю, рестор умеет батлить только маленьких мальчиков на улице. А, да, я видел этот видос. Более того, на самом деле, в те времена я ещё порывался пойти на хуякс один из... Там, короче, кореш моего одногруппника батлил с Джубили как раз. МС Николя, если вобьёте там, в хуяксе найдёте. И знаете, чё самое забавное? Короче, он как-то зафристайлил люто, блядь, Джубили. А когда вышел сам хуякс, Джубили подрезал, короче, видос так, что когда толпа орала, на самом-то деле, она орала типа на его, короче, строки, а на самом-то деле, наоборот, было. Чувак обиделся за эту хуйню, предъявил ему, а тот его в ЧС добавил. А прикиньте, бля, какая хуйня. Короче, батл рэп — это залупа полная. Короче, на самом-то, на самом деле, Джубили должен был залезать с рэпом очень давно. Да-да, его опустил просто МС Николя, блядь, опасный. МС Николя. МС Николя вообще топовый, чел. Такой шкаф, блядь, двухметровый, ты бы его видел, вообще псих, реально. Больше рестора, так он ещё и, блядь, этот, бывший пловец, там вообще такая машина. О, рестор батли только с детьми. А знаешь чё? Корифея их ебёт. Э-э-э, ты получаешь ачивку. Где моя грамота? Грамоту? Ну, она по вебке тебе придёт где-нибудь там, когда-нибудь, может быть. Шведы почти забили. Почти. О, Фортнайт заводит, пидор. Да. Ах ты чмо. Блин, у меня тут нет пловечки. Мне её нахер сюда везти. Та-та-та-та-та-та-та. Глянем потом Фиделя, Райт Раунд Маниту. Райт Раунд Маниту. Блин, слушай, в этот мне сбрось в директ. Я забуду, наверное. Потому что сегодня я точно это не буду смотреть, как, блядь, чувак, нахуй, катается на верёвке. Если не сложно. Вот. Чтобы я чекнул. О, от души, от души. Чё, может кто хочет тоже ворваться, типа, блин, и уничтожить тут в прямом эфире. Например, МС преподобного сказать, что он лошок и до сих пор не сдал ёбаную заявку. Сам ты лошок. Чё там по времени, кстати, Влад? По времени чего? Ну, по времени, в принципе, по ПМу. Чё? Ну, нет, ну. Сейчас почти нужно 12. 12 уже, ебать, нахуй. Ну, я думаю, хоккей досмотрю, бля, и пойду уже. А то тут 2-2. Опасность. Опасность. Там же овертайм уже. Ну, чё ты там будешь, блин, рубиться, холми? У тебя какой там уже левел? У меня боевого пропуска 34. Да ты псих просто. Ты гребаный псих. Йоу. Я, короче, буду играть, потом есть. Нет, сначала я сейчас одну катку сыграю, потом поедем. Не пойду спать. Охуенно вообще, просто. Просто как бог. Это вышка. Ченни вот не хочет записать студийку вашего командного срывать на битах. А ты бы записал? Слушай, я тебе так скажу, что изначально мы думали, что мы его запишем. Вот. Был план такой, что мы сразу идем, короче, записываем студийку. Вот. Но потом, короче, пересмотрели этот весь вариант. Вот. Ну, мне, как бы, ну, мне все равно. Мне что записали, что не записали. Денис, как бы, ну, был категорически настроен. Поэтому нет так нет. Вот. Да и в любом случае, как бы, ну, все эмоции, которые выплеснули, они непосредственно на раунде. Да, типа, не очень качественные. Можно было подсвести по пиздаче. Но, тем не менее. Пока что именно так все оно и будет. Да, завтра, к сожалению, всем на работу. Жалко, что закончились все эти бешеные праздники. Да, не, мне кажется, он просто, не знаю, бля, слишком сложно организован. Йо, привет. Кто сложно организован? Денис. Он, если к чему-то подходит, то очень серьезно. Ну, вот. Я не думаю, что он с бухты-барахты, типа, я не буду записывать. Не, я думаю, он сидел, думал, как бы, как лучше и принял такое решение, что, как бы, так будет оно лучше. Круты в любом случае. От души, от души спасибо. Бой. Надо, блядь, очки сменить, ёпта. Е-е-е-е. Снова красный, царский. Так, слова СПБ нового сезона не будет. Слушай, вроде как будет. Но, честно говоря, я не касаюсь вопроса организации. Это не мои вопросы. Вроде общался, и вроде как это все в силе. Но когда, не могу вам сказать. Сейчас, понимаете, очень много турнирок идет, да? Ну, запустится. Сейчас идет только РБЛ. РБЛ. Вот. Но сейчас еще пойдет там 140. Рвать на битах уже, да? Они завершили отборы. То есть сейчас больше такое перестроение в эту, как бы, струю идет. И представьте, что все, наоборот, пытаются вот в это влиться. И если сейчас пойдет турнирка, слово СПБ, мне кажется, что туда придут, блядь, ну, не знаю, как на РБЛ, чуваки. Вот. Ну, как бы, ну, типа, читать два ноунейма про то, что они там пидорасы, роются на страницах друг у друга, это не особо интересно. Что там, фраг уже сделал? Про пидорасов уже всегда интересно слушать. Е. Тебе будет, вот, реально, Влад, интересно, вот один такой чувак говорит, ты пидор, у тебя на страничке в 2005 году ВКонтакте стоял статус мужчины. И, как бы, понимаешь, типа... Я ему скажу, что очень странно, что он со мной следит так долго. Да? Блядь, ну... Короче, это, ну, блядь, хуйня какая-то. Да не, на самом деле, меня в батл-рэпе всегда подожжало только одно, что... Типа, люди, там, выходят на батл и говорят, да ты пидор, да ты пидор, а в следующем раунде говорят, как его ебут. Ну, это да, это да, но... Блин, ну, чувак, ну, а почему нет? Не, ну, а это как Исла реально тогда вот читал, типа, против Эдика, типа, что... Сейчас тебе в жопу влетит обрезанный. Ну, типа, блядь, серьезно? На полном серьезе чувак читает, что, типа, сейчас я тебя выебу. Ну, вот. И причем это не гипотетически, ну, какой-то... Блядь, как ты сказать? Не фигура речи, короче, а вот на полном серьезе, типа, тебе сейчас... Так у него это, наверное, на подсознательном уровне. Типа, если я буду сильнее, то я тебя выебу. По такому принципу, знаешь, блядь, можно приходить, короче, в какой-нибудь бар, типа, заваливаться на армрестлинг и, типа, решать свои вопросы, а не на батл идти, блядь. Как тогда, помнишь, Андрюха, блядь... А, или... Не, а, тебя тогда не было, когда он там, блядь, состязался в армрестлинге с пьяным уебком каким-то. Вообще такой лол. Новый сезон, слово СПБ будет осенью, так Лакос сказал. Но, тем более, тут инфа поднимается. Зачем было разрешать сдавать заявки большим группам тогда? Большими группами. В смысле? Заявки куда? На какие-то, типа, BPM-ы или на слово СПБ? Я, если честно, чат не вижу, поэтому... Ну, я... В смысле? Не, у меня вообще не отображает сейчас. А, ну, короче, смотри. Да ты руби там, блядь, фраги, давай, слышь, там. Раз уж я не могу там поддержать тебя. Читаю. На РБЛ скоро выйдет батл тип эксенсы, блядь. Он еще батлит. Он же, этот, монтажер теперь. Против пацана с Харькова. Дип там 30 минут читает только первый раунд. Ёбаный в рот. Счетчик Корифея у меня сейчас просто зашкалил. Влад, я просто обязан ворваться на BPM-раунд и зачитать ёбаный час. Теперь все, пиздец. После того, как люди делают по 30 минут первый раунд. Че, ебанутые, что ли, серьезно? Я делал по 10 минут, блядь. Уже понимал, что это, блядь, край нахуй. Тут люди по 30 минут читают, как лекцию. Ёбаный стыд. На этом баттле был Оксимирон. Его пригласил за B. Показать лучшего бойца РБЛ. И Оксимирон сказал, что этот тип пипец. Скучный. Когда его сольете, тогда я снова приду. Нихуя Оксимирон так нормально топит, да? Короче, чувака сольют. Не, слышь. Короче, Оксимирон пришел и говорит, не, DeepXSense скучный. Не то, что мой Микси. Или кто у него там в команде, блядь. Типа, не то, что мой там. Кто там? Блядь, кто у него в команде еще? Ну, ПМчик, ладно, понятно. Там какой-нибудь, не знаю, хуй там, блядь. С горы там какой-нибудь. Палмпидор или как там, фейспалм. Там был такой какой-то. Так, сейчас чекну вопросики дальше. Как думаешь, РБЛ правильно поступил, когда вырезали батлы АБ? Оставили пиздец какой-то. Короче, скажу так, что эта хуйня полнейшая. Я разговаривал непосредственно с Сережей-Максимом об Албиском по этому поводу. Там еще был случай, когда выскочил оператор в круг. Ему не понравилось, что об Албиск, типа, читает фристайл. Прикиньте, оператор. А это тот самый оператор, который выскочил на батле, кажется, Дип Экссенса. Вот что-то он такое говорил. Ну, какой-то там хуй уже на РБЛ выходил, типа, как оператор. Вот это тот же самый сумасшедший чувак, который выскочил, и вдруг решил, что он имеет право вообще что-то пиздеть. Напиздел, короче, на Албиско, что ты читаешь хуйню, на что Сережа ему сказал, что, типа, чтобы я не нес, ты все равно, типа, будешь это снимать. Ну, типа, я рэпер, а ты ебаный, типа, оператор. Что-то такое, короче. Они это все нахуй вырезали, и изначально батл побанили. А потом, типа, как я понял, что, блядь, ну, типа, надо же хоть что-то постить, блядь. Какой-то контент должен быть, там эти какие-нибудь там 30 тысяч просмотров поднять. И вот эту залупу решили, блядь, всю срезать напрочь. Ну, короче, как по мне, то это полная хуйня. Со стороны Албиско-то понятно, блядь, фристайлы это, ну, типа, заебало. А со стороны организатора, мне кажется, надо просто не выпускать такие батлы. Ну, и никакие отговорки, типа, что это чисто уважение к 1347, это полная хуйня. Ну, серьезно. Если ему было так неудобно перед 1347, то, во-первых, нахуя ты давал ему Албиско, зная, что он такое делает. Во-вторых, типа, ну, я не знаю, компенсируем ему как-то потраченное время, не знаю, финансовое, или, блядь, дай ему годовой абонемент на посещение РБЛ, или какую-нибудь хуйню, блядь, не знаю, или СИЮ, дай ему контакт свой, чтобы он там это подписывался, там, биткоины продавал. Прикинь, блядь. Короче, они уже фармят эти, рекламу биткоинов, короче, прикинь, блядь. Вообще пиздец, там, за бе затирает, как его друг, типа, поднялся на биткоинах, короче. Я так угорал. Сегодня завел этот батл, блядь. Сука. Вообще рофу. Так что такая ситуация с Абалбиском. Полная херня. Всячески тоже долго читает. Ну, блядь, я тоже долго читаю. Ну, блядь, 30 минут, ну, реально перебор. 30 минут, ну, прям вообще пиздец. У меня максимально, там, блядь, объем текста суммарный был на 20 минут, и это был уже пиздос. Опа. Блядь, в штангу попали, прикинь. Ебать. Шведы в штангу попали. Смешарик. Ну, вот, да, смешарик. Так, всячески. Кстати, вчера был на финале бэк ту бит, но не выступал. А с чем ему выступать? На битах он, ну, не особо интересен. Ну, на быстрых битах. Вот. Хуя ты там лупишь, блядь. Как будто в дверь стучится кто-то. Был бау с оператором. Ну, вот, да, это тот же самый чувак. Оператор, кстати, эти раунды обы вырезали в итоге дип, потому что монтирует. Ну, дип молодец. Забей не хотел выпускать, но типа просил выпустить. Блядь, ну какие-то сказки, блядь. Ну, все, серьезно. Чтобы получить обладательный монтаж, блядь. Какая-то... Хуя мне телефон нагрелся, вообще ебануться как. Ебать, это ненормально. У меня телефон огнем горит, прикинь. Я сейчас дотронусь до экрана, охуел. Ну, да, потому что, блядь. Мне кажется, хуевое напряжение в этих, блядь, в розетках, потому что... Да, он не должен так нагреваться от розетки, ебать. Нихуя можно яичницу жарить на этой хуйне. Ебнуться, пизду. Еще бы жучу себе на телефон. Не, ну реально, пиздос. Сейчас, подожди, я чехол хоть сниму, блядь. Проветлю, блядь, телефон. Ебнуться. Я, короче, Димуль, пошел есть. Да я уже сейчас отрубаюсь, на самом деле. Я проиграл. Ты проиграл? Ну ты, блядь, мешочек. Пиздец, я пошел. Ну я неудобно. Да? Ну, ладненько, давай отрубайся, короче. Я уже тоже сейчас уже... Все, чао-чао, всем пока. Давай, все, бандит, давай, пока. Йоу. Так, давайте, задавайте какие-нибудь прикольненькие вопросики. Последние. Ну вот, пойду я, бля, стужать телефон. Реально, пиздец. Так. Йоу-йоу. Спрашивайте, что-нибудь пиздатенькое. Ну или залетайте в трансляцию по-быстренькому. А то у меня тут, к сожалению, нет ни плойки, ни хера, блин. Поэтому вообще весь чил сводится к такому времяпрепровождению. Так, на этом баттле, где первый раунд длился 30 минут. А, все, понял. Дип достал фото детородного органа своего оппонента. Он нашел его бывшую девушку и через нее получил фото. Блядь, ты серьезно? Ебаный в рот не советую смотреть этот баттл. Ну и говно. Вот тогда я согласен. Такое говно, что за бред? Нахуя? У меня вопрос к Дип Эксенсу сейчас конкретно. Вот просто вот конкретно. Вот при встрече спрошу. Нахуя ты? Как его зовут? Как зовут Дип Эксенсу? Короче, нахуя ты на полном серьезе искал член другого мужика, блядь, его фотографию? Серьезно, блядь, что за бред? Одно дело читать про то, что там оппонент пидор там, блядь, или как Исла читает про то, что залетает там обрезанный в жопу, блядь, а другое дело на полном серьезе искать член его, чтобы показать его, блядь, кому всем. В первую очередь ты сам его увидел. Что за дерьмо вообще? Хуйня. Йо, всем спокойной ночи, кто отключается потихонечку. А, Толя, блядь, Толя. Пиздец. А ведь он ВДВшник, блядь. Че, ладрас ВДВшник. Вот это настоящий ВДВшник. А это, блядь, че это за члены поиски, блядь? Не, если это реально, ну, типа, если это угар, то ладно, типа, поржали. А если это на полном серьезе, то это реально залупа. Ну, серьезно, соглашусь. Йоу, нормально. Эмси, как у тебя дела? Анимешник, блядь, ну, все равно, блин, ну, анимешник не анимешник, но искать член другого мужика в сети по всем аккаунтам, это, наверное, не анимешник называется. Это, блядь, это бред. Так, скинул видос, начинает читать, короче, манитую, играет все, стоит весь раунд, привезанный к веревке. Ебануться. Ладно, я обязательно посмотрю, спасибо большое. Это пиздец. Не, ну, а как назвать эти члены поиски? Ну, серьезно. Пиздец. Ёбнуться. Ужас. Вот с такими, да, вот, блин, вот, как говорил Ченни, типа, мол, побухаешь, блядь, и потом начнут, типа, сливать какую-то инфу, блин, ну, что за бред? А когда чувак ищет, типа, члены, блин, наверное, не одну неделю, а потом показывает на батле, типа, я нарыл инфу. Блин, одно дело нарыть инфу, а другое дело, блин, искать член. Пиздец. Член анимешники. Еее. Короче, тут вообще про все беседа, вот, что вбрасывают в чате, кто обсуждает, вот, среди этого члена поиска я уже потерял нить разговора. Короче, фишка в том, что один достаточно нормальный батл МЦ провел неделю подготовки, а, возможно, не одну, чтобы нарыть информацию на оппонента, но в итоге нашел только его член и распечатал. И как бы это, это пиздец. Но было бы забавно, если бы он не нашел член оппонента, как искал, сфоткал свой член и выдавал свой член за его член. Тогда это просто пиздец, это какая-то, это пиздец. Это какое-то гейство серьезное из батл рэпа. Короче, Оксимирон не пришел в школу МВД, но он пришел на члена батл в РБЛ, понимаете, да? Оксимирон молодец, серьезно, молодец. Сука, а ведь я был на его концерте, ебаный в рот. Ну, я школьником был, если что, ну, типа, не надо меня шкварить. Так, в честь и дипа сказать, член он все-таки не показал. Блядь, да какая разница, если он уже видел его член, понимаешь? В этом вопрос. Вопрос в другом. Что, типа, не то, что он хотел показать и как-то пристыдить чувака, а вдруг там, блядь, он нашел член, типа, и такой думает, блядь, нихуя себе такой член огромный, блин. Я не буду его показывать, блядь, я лучше об этом зачитаю, типа. Ну, что за бред? Он в любом случае искал член чувака, понимаете? На полном серьезе. Ну, блядь, одно дело читать, не знаю, там, как, там, твою телку, типа, там, сношает, а другое дело на полном серьезе искать член мужика другого. Блядь, ну, серьезно, ну, это хуйня. Опа-на, булиты пошли. Шведы одну забили уже. Ну, не то, что я, типа, блядь, сейчас я себе очки царские поставлю, ребят, подождите. Блядь. Ладно, придется вот так вставить. Обратно, свои красные пиздатые. И. Так. Бля, швейцарцы нихуя не могут забить, ладно. Так, ждем, когда выйдет вдруг рофл насчет члена поиска. Я искренне надеюсь, что это прикол. Потому что я уже посмотрел один батл РБЛ, и я охуел от того, что человек читает про квашеную капусту под подолом платья или что-то типа того, блядь, бабки оппонента. Блядь, что за хуйня вообще. Полный бред. Причем на таких серьезных щах, как будто он читает про оторванные ноги, блядь, то, что мне Сайгур предъявлял. Ну, серьезно, блядь, пиздец. Короче, если так, то, блин, уж лучше пускай Дип Эксенс тогда сводит батлы. Ты не так не показал зрителю, но распечатку принес. Блядь, тем более. Он где-то хранил под сердцем распечатку чужого члена. В любом случае. Ну, типа, блин, это полный бред. Опа, шведы-чемпионы мира, ребят. Все, блядь, они там чилят вообще по полной сейчас. Прыгают друг на друга вообще, чекнуть сейчас. Оп. Хуя у них там, блин, человеческая многоножка. Молодцы, затащили. И даже не искали члены соперников, между прочим. И затащили пенал. Вот это уровень. Так. Смотрите, какой он маленький. Блядь, что за бред? Блядь, пиздец. 30 минут читать про член другого чувака. Ну, ебаный в рот. Так. Тане, норм, конс, окси. Что? Шведы выиграли уже у тебя. Франсад стоит. Ага. Что по телеку смотришь? Ну, блин, чувак. Ну, сори. У меня вот только так. Как бы. У меня вот так вот показывают. Я хуево знаю. Что в этой дыре еще показывают. Дима Корефеев всякие инсайды. Ну, блин. Это не то, что инсайды. Ну, члены поиски. Это вы сами мне сказали. Поэтому я хуево знаю. Почти так же сказал. Принес распечатку члена фаната своего. Я балбис приносил члену своей, блядь. Ну, это пиздец, ребят. Что, блядь, творится? О, дабл группа 2. Ебой. Все прыгнете, чекайте. На самом деле, я уже думал двигать отсюда. Но раз уж подсоединился А2, то это пиздец. Давайте, ребята, сделать еще какой-нибудь вброс пиздатенький. Последний. И мы попрощаемся на сегодня. Даже если скинули. Даже если скинули. Подожди, я потерял нить фаната. Блядь, нить фаната. Ебты. Дмитрий Довора своего фаната. Еее, чил. Я сейчас вот как сделаю, короче. Вот так вот. Засыт, не засыт. Распечатал и принес. Блин, ну это пиздец. Носить члены, это жутко. Это жутко тупо. Нахуя, я не понимаю. Ну, блин. Ну, я не знаю. Все равно, блин. Образ не образ. Но ты как бы на полном серьезе распечатываешь. И репетируешь то, как ты показываешь кому-то член. Блядь. Ну, какое-то дерьмо. О, ладно. У меня уже тем более от трансляции осталось минута 53 секунды. Вот. Инстаграм, короче, все банят. Мы уже час общаемся. Нихуясь. Вот это нормальная беседа. Конечно, это зашквар. Короче, ребята. Не распечатывайте члены своих соперников ни в коем случае. Не приносите это на батлы. И уж тем более не проводите годы на то, чтобы найти члены.